Здравствуйте, вы смотрите 7 канал. В студии Алена Мальцева сейчас о последних событиях в стране и мире к этому часу. Власть Украины ожидает от Евросоюза значительной реакции, если Россия не будет придерживаться минских договоренностей и не уйдет из Крыма. Об этом сказал президент Украины Петр Порошенко. Что ожидаем мы? Мы ожидаем, что Евросоюз сохранит единство. И что единство будет не только внутри ЕС. Что единство продемонстрирует весь мир с Соединенными Штатами, Канадой, Японией, Австралией, Швейцарии. Что весь мир продемонстрирует ответственные отношения. Мы ожидаем очень сильных заявлений в том случае, если Россия не будет придерживаться минских договоренностей. И если Россия не освободит Крым, то санкции будут продолжены или расширены. Тем временем в зоне АТО боевики продолжают перегруппировывать силы, накапливают боеприпасы и топливо. Используют для этого железные дороги на оккупированных территориях. Занятия по боевой подготовке террористы проводят с высокой интенсивностью. За данными разведки, с 18 березня в незаконных оружейных формированиях ЛНР скасовано отпустки особого склада. Есть численные свидетельства того, что отведение тяжелой оружей боевиков имеет лишь демонстративный характер. За прошлую неделю было зафиксовано 8 артиллерийских обстрелов наших позиций и 4 случаев использования боевиками танков. Наиболее неспокойная ситуация сохраняется в селе Широкине под Мариуполем, в районе Донецкого аэропорта, в предместах Горлевки, в районах на півночь от Дебальцевого, а также поблизу Бахмутской трассы. Уже сьогодні, після півночі, противник здійснив 4 збройні провокції проти наших військових. Тем временем Верховная Рада України поддержала законопроект, внесенный президентом. Он предусматривает совершенствование нормативно-правовой базы по части службы в военном резерве в особый период. Так, в обязательном порядке в резерв зачисляются военнослужащие, уволенные со срочной службы и службы по призыву во время мобилизации. Такие военные по своим профессиональным морально-психологическим характеристикам по состоянию здоровья должны быть пригодны к службе в военном резерве и соответствовать всем требованиям, которые установлены законом. Комитет по вопросам внешней торговли Европарламента одобрил предоставление макрофинансовой помощи Украине. Ее размер – 1,8 млрд евро. Предполагается, что Европарламент окончательно определится с пакетом помощи Украине на следующей неделе во время мини-сессии в Брюсселе. Новая программа помощи, предложенная Еврокомиссией, станет третьей. Макрофинансовая помощь будут предоставлять тремя траншами. Первые два выплатят во второй половине 2015 года, третьей – в начале 2016. Украинская писательница-поэтесси Лине Костенко исполнилась 85 лет с юбилеем. Ее поздравила и президент Украины Петр Порошенко. Глава государства пожелал долгих творческих лет одной из самых скромных и величественных личностей современной Украины. Напомню, в советское время Лина Костенко принимала активное участие в движении шестидесятников, за что попала в черные списки и была надолго исключена из литературного процесса. Она – автор множества поэтических сборников, а за роман в стихах Маруся Чурай в 1987 году поэтессе присудили Шевченковскую премию. В 2010-м был опубликован первый роман в прозе «Записки украинского сумасшедшего». В Ираке мирные жители возвращаются в Аль-Алам, крупный район Тикрита. В свои дома снова заселились 500 семей. Напомню, на прошлой неделе правительственные войска и шиитские вооруженные формирования отбили Аль-Алам у ИГИЛ. «Мы жили в Самаре пять месяцев, не зная, что с нашим домом. Они написали слово «изъят» на наших домах. Эти люди не мусульмане. Теперь, благодаря народному ополчению, армии и полиции, мы вернулись домой». «Мне не выразить словами свои чувства. Мы возвращаемся домой, возвращаемся к нашим соседям». «Когда пришли первые боевики ИГИЛ, они общались с нами. А в ноябре они начали арестовывать полицейских, гражданских и даже юношей, которые не были в армии, а также государственных служащих. Поэтому мы уехали». «Мы восстановили много важного. Электроэнергия будет восстановлена в ближайшее время. Автозаправочные станции работают отлично. Мы опять открыли больницу с родильным отделением». Иракская армия и бойцы шиитской милиции выбили экстремистов из двух крупных пригородов – Аля-Лама и Эд-Доура. Затем продвижение замедлилось. Военнослужащие говорят, им препятствует множество бомб и растяжек, установленных экстремистами. Командующий военной операции заявил, армия Ирака нуждается в помощи международной коалиции. Военным необходимы технические средства для обезвреживания бомб, а также поддержка с воздуха. Пока операция по освобождению Этикрита приостановлена. На этом пока все. До встречи в эфире в 17 часов. Всего доброго.